Этот путь начинался в Новокузнецке. У нас стали лихие 90-е, и все, кому не лень, стали пробовать себя в бизнесе, в том числе и я. Бизнес был, конечно, такой достаточно криминальный. Все прелести присутствовали, бандитские разборки, стрелки, крыши и так далее. И я начал понимать, что в принципе, а где развитие-то, а где польза для людей. А языки, они, ну, как-то сюда привлекали, наверное, к вас и с четвертого. Я себя поймал на мысли, что английский, допустим, дается намного быстрее, чем большинству сверстников, школьников. Потом другие языки заинтересовали. Когда мне надоел этот криминальный бизнес в Новокузнецке, я перебрался сюда, в Барнаул, семью перевез все. И здесь появилась, наконец, возможность, ну, заниматься тем, что нравится, как бы делом всей жизни, можно сказать. Меня приглашали в Москву, меня приглашали в Польшу даже. Остались, ну, и в принципе, я не пожалел. Ко мне присоединился технический специалист. Мы с ним создали МИП. ООО «Централ» – Центр инновационных технологий развития личности. По мере разработки этой технологии, применительно к иностранным языкам, выяснилось, что возможности ее несколько шире. Допустим, можно обучать программированию, робототехнике. То есть можно строить язык технически и обучать языку специальности. И можно обучать и законам, которые в основе этой специальности лежат. В настоящее время получается так. ООО действует именно как Центр разработки технологий обучения для бакалавриата, для магистратуры, для аспирантуры. Там уже два языка одновременно, возможно, докторантуры – три языка одновременно. Вот. Мы эти продукты предлагаем высшему образованию. Коронавирус, конечно, нам не способствовал, так скажем. Но, тем не менее, это нас подтолкнуло. Попробовать адаптировать нашу технологию именно к режиму онлайн. Что-то получается, что-то не получается, но это процесс такой естественный. В принципе, можно, но КПД будет ниже. Все-таки оффлайн есть оффлайн. Когда чувствуешь реакцию на полученный объем знаний ученика, когда ученик видит, как говорит, что говорит преподаватель, что он при этом делает лицом, руками, аурой. Если сначала в Новокузнецке это была проба сил, это было средством для того, чтобы выжить в то время, это была определенная, ну, как бы, бравада своего рода. Я молод, слен, малиновый пизак, золотая цепь, девятка красная. Вот эти атрибуты, они как-то меня не миновали в то время. Потом пришло понимание, что невозможно жить только для себя. Все-таки бизнес – это почва, которая позволяет расти человеку, человеческой личности в том направлении, которое он выбирает. Если хочешь самосовершенствоваться, бизнес для тебя должен обеспечить условия для этого. Субтитры создавал DimaTorzok